МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кому разрешат уйти на кредитные каникулы, как оплатить товар с помощью селфи и когда первую партию туристов собираются отправить на Марс? Здравствуйте! Это рубрика про деньги. Информационные программы День в студии. Егор Костюченко. И сейчас о новостях из мира экономики подробнее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лекарства могут подешеветь. Власти потребовали от компаний снизить цены на дорогостоящие препараты. Минздрав, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба приступили к переговорам с крупнейшими фармацевтическими компаниями. В первую очередь правительство намерено существенно снизить стоимость жизненно важных лекарств. Речь идет о медикаментах для лечения ВИЧ, редких форм онкологии, например, лимфомы, рассеянного склероза и гемофилии. В планах привлечь сотрудничество представителей 22 отечественных и зарубежных компаний. Роше, Джонсон & Джонсон, Тева, Эрфарм, Эфсинтас и многих других, пишет РБК. Минфин предложил вдвое увеличить акциз на тихие вины и значительно проиндексировать ставки на сигареты. Производители готовятся поднимать цены, сообщает коммерсант. Такая инициатива есть в проекте основных мер в области налоговой политики на 2017-2019 годы, которые ведомство направило в правительство. Поднять налоги хотят на все вина, за исключением игристых, фруктовых и винных напитков. Для продукции из импортного винограда предусмотрено повышение с 9 до 18 рублей за литр, для российских с 5 до 10 рублей. По мнению участников рынка, от этого сильнее всего пострадают потребители. Вина в сегменте 150-200 рублей за бутылку. Здесь рост розничных цен может составить 15-20%. Следствием этого станет снижение потребления и производства, а также остановка процесса замещения импортного вина отечественным, который был в этом году. В условиях постоянного изменения налоговой политики никто не будет вкладываться в высадку новых виноградников, за что так ратует Минсельхоз, заявил президент винного дома Абрау Дюрсо Павел Титов. Заемщики уйдут на кредитные каникулы. Российские банки предложили клиентам за небольшую сумму отложить внесение платежа по займу. На днях клиенты нескольких банков получили СМС с предложением воспользоваться кредитными каникулами, отложить внесение взноса. По сути можно заплатить 2000 рублей. За эти деньги график платежей сдвигается на месяц. Увеличивается и срок кредитования, однако уходить на каникулы каждый месяц нельзя. Услуга доступна только раз в полгода. На такие меры банки пошли, чтобы снизить сумму просроченной задолженности по розничным займам. По данным Центробанка, в августе она превысила 900 миллиардов рублей. Это связано с тем, что если у клиента есть необходимость каких-то внезапных трат, возможно потери работы, болезнь, либо там просто какая-то полуэкстренная покупка, то он может прийти в банк, в отделение банка, либо по телефону активизировать данную услугу и, собственно говоря, в этом месяце перенести платеж на следующий месяц. Тем самым увеличим срок кредитования. Таким образом, банк не формирует лишние резервы, клиент не выходит на просторчик, не портит свою историю. Пин-коды уходят в прошлое. Мастеркард запустила сервис подтверждения платежей с помощью селфи. Теперь держатели банковских карт могут совершать онлайн-покупки, не вводя никакие пароли. Достаточно сфотографироваться и отправить фотографию. Специальное приложение распознает лицо и подтвердит операцию. Пока сервис доступен только в Нидерландах, США, Канаде и Европе, но ожидается, что в следующем году проводить платежи с помощью селфи смогут во всем мире. В России сейчас Мастеркард борется за уход от контактной платы. Банки будут штрафовать за установку терминалов в магазинах без функции Apple Pay, которая позволяет оплачивать товары с помощью телефона. К 2020 году поддержка бесконтактной оплаты должна стать стандартом для европейских торгово-сервисных предприятий, принимающих к оплате Мастеркард и Маэстро. Уже установленные терминалы могут быть заменены по истечении срока эксплуатации, но не позднее 1 января 2020 года, рассказали в пресс-службе Транснациональной финансовой корпорации. Однушка за биткоины житель Екатеринбурга решил продать квартиру за электронные деньги. Нетипичное объявление появилось на одном из сайтов недвижимости. Общая площадь квартиры на улице Авиационной составляет 36 квадратных метров. Она находится на первом этаже 16-этажного дома. Покупатели обещают в подарок кухонные гарнитуры и стиральную машину. Уникальное предложение продавец оценил 77 единиц виртуальной валюты. Напомним, биткоины – это система электронных денег. На сегодняшний день курс криптовалюты составляет порядка 38 тысяч рублей за один биткоин. Однако собственник не откажется и от оплаты в рублях. В российской валюте она будет стоить 2 миллиона 900 тысяч. Дочка Уралвагонзавода разрабатывает транспортеры для арктических войск. Машиностроительная компания «Витязь» ведет работы по изготовлению гусеничных транспортеров ДТ-30ПМ. Данные машины способны передвигаться по болотам, снежной цели, нервам и подъемам. Конструкция двухзвенного гусеничного транспортера обеспечивает высокую проходимость по любой местности в любое время года при температуре от минус 45 до плюс 40 градусов. Транспортеры ДТ-30 созданы специально для эксплуатации в морозы. Кабины максимально утеплены, а двигатель заводится за одну минуту. Техника поступит в воинские формирования, которые дислоцированы в Арктике. С ее помощью будут перевозить различные вооружения, военную и специальную технику. В отпуск на Марс Боинг намерен отправлять туристов в космос. Исполнительный директор американской корпорации Денис Муйленберг, выступая в Чикаго, заявил, что первый человек, который прибудет на Красную планету, сделает это на их ракете. Космический туризм, по его словам, станет очень популярной услугой в ближайшие десятилетия. На низкой околоземной орбите могут появиться десятки отелей. Возить путешественников на Марс, возможно, будут и на гиперзвуковом самолете, скорость которого в три раза больше скорости звука, отметил Муйленберг. Напомню, на прошлой неделе глава SpaceX Илон Маск представил свой способ доставки людей на Красную планету на ракетах и космических кораблях. При этом он не исключил, что первая партия туристов сможет отдохнуть на Марсе уже в 2020 году. Это была рубрика про деньги информационной программы «День». Далее смотрите рубрику «Гвозня». До свидания и удачи в делах. Знай свои деньги. Смотрим на однотонное поле. Цветных полос не видно. При наклоне банкноты появляются цветные полосы. Защитные признаки помогут каждому определить подлинность банкноты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова